Гензель и Гретель, В большом лесу на опушке жил бедный дровосек со своей женой и двумя детьми, мальчишку-то звали Гензель, а девчоночку, Гретель. У бедняка было в семье и скудно и голодно, а с той поры, как наступила большая дороговизна, у него и насущного хлеба иногда не бывало. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая и ворочаясь с боку на бок от забот, и сказал своей жене со вздохом, не знаю, право, как нам и быть. Как будем мы детей питать, когда и самим то есть нечего? А знаешь ли что, муженек, отвечала жена, завтра ранешенько выведем детей в самую чащу леса, там разведем им огонек и каждому дадим еще по кусочку хлеба в запас, а затем уйдем на работу и оставим их там одних. Они оттуда не найдут дороги домой, и мы от них избавимся. 1- Нет, женушка, – сказал муж, – этого я не сделаю. 9Не в моготу мне своих деток в лесу одних оставлять, еще, пожалуй, придут дикие зверида и растерзают. 4- Ух ты, дурак, дурак! – отвечала она. 9- Так разве же лучше будет, как мы все четверо станем дохнуть с голода, и то знай строгай доски для гробов! 3И до тех пор его пилило, что он наконец согласился. 9- А все же жалко мне бедных деток, – говорил он, даже и согласившись с женою. 9А детки-то с голода тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. 9Гретель плакала горькими слезами и говорила Гензелю, – пропали наши головы! 9Полно, Гретель, – сказал Гензель, – не печалься! 9Я как-нибудь ухитрюсь помочь беде! 9И когда отец с мачехой уснули, он поднялся с постели, надел свое платьишко, отворил дверку, да и выскользнул из дома. 2Месяц светил ярко, и белые галыши, которых много валялось перед домом, блестели, словно монетки. 9Гензель наклонился и столько набрал их в карман своего платья, сколько влезть могло. 9Потом вернулся домой и сказал сестре, – успокойся и усни с богом, он нас не оставит! 9И улегся в свою постельку. 1Чуть только стало светать, еще и солнце не всходило, пришла к детям мачеха и стала их будить, – ну, ну, подымайтесь, лентяи, пойдем в лес, за дровами! 9Затем она дала каждому по кусочку хлеба на обед и сказала, – вот вам хлеб на обед, только смотрите, прежде обеда его не съещьте, 9ведь уж больше-то вы ничего не получите! 3Гайтель взяла хлеб к себе под фартук, потому что у Гензеля карман был полнихонек камней. 3И вот они все вместе направились в лес. 9Пройдя немного, Гензель приостановился и оглянулся на дом, и потом еще и еще раз. 9Отец спросил его, – Гензель, что ты там зеваешь и отстаешь? 9Изволь-ка прибавить шагу. 9- Ах, батюшка, – сказал Гензель, – я все посматриваю на свою белую кошечку, сидит она там на крыше, словно со мною прощается! 9Мачеха сказала, – дурень! 9Да это вовсе не кошечка твоя, а белая труба блестит на солнце! 9А Гензель не думал смотреть на кошечку, он все только потихонечку выбрасывал на дорогу из своего кармана по камешку. 9Когда они пришли в чащу леса, отец сказал, – ну, собирайте, детки, валежник, а я разведу вам огонек, чтобы вы не озябли! 9Гензели гретельно таскали хворосту и навалили его гора горой. 9Костер запылили, и когда огонь разгорелся, мачеха сказала, – вот, прилягте к огоньку, детки, и отдохните, а мы пойдем в лес и нарубим дров! 9Когда мы закончим работу, то вернемся к вам и возьмем с собой! 9Гензель и гретель сидели у огня, и когда наступил час обеда, они съели свои кусочки хлеба. 5А так как им слышны были удары топора, то они подумали, что их отец где-нибудь тут же, недалеко. 9А постукивал-то вовсе не топор, а простой сук, который отец подвязал к сухому дереву, его ветром раскачивало и ударяло дерево. 9Сидели они, сидели, стали у них глаза слепаться от усталости, и они крепко уснули. 9Когда же они проснулись, кругом была темная ночь. 9Гетель стала плакать и говорить, – как мы из леса выйдем? 9Но Гензель ее утешал, – погоди только немножко, пока месяц взойдет, тогда уж мы найдем дорогу! 9И точно, как поднялся на небе полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по голышам, которые блестели, как заново отчеканенные монеты, и указывали им путь. 9Всю ночь напролет шли они и на рассвете пришли-таки к отцовскому дому. 9Постучались они в двери, и когда мачеха отперла и увидела, кто стучался, то сказала им, – Ах вы, дрянные детишки, что вы так долго заспались в лесу! 9Мы уж думали, что вы и совсем не вернетесь! 9А отец очень им обрадовался, его и так уж совесть мучила, что он их одних покинул в лесу! 1Вскоре после того нужда опять наступила страшная, и дети услышали, как мачеха однажды ночью еще раз стала говорить отцу, – Мы опять все съели, 9в запасе у нас всега-навсего полкоровая хлеба, а там уж и песни конец! 9Ребят надо спровадить, мы их еще дальше в лес заведем, чтобы они уж никак не могли разыскать дороги к дому! 9А то и нам пропадать вместе с ними придется! 2Тяжело было на сердце у отца, и он подумал, – лучше было бы, кабы-то и последние крохи разделил со своими детками! 9Но жена и слушать его не хотела, ругала его и высказывала ему всякие упреки! 9 – Назывался груздем, так и полезай в кузов! 5Говорит пословица, так и он, уступил жене первый раз, должен был выступить и второй! 9А дети не спали к разговору и прислушивались! 9Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, поднялся с постели и хотел набрать голышей, но мачеха заперла дверь на замок, 9и мальчик никак не мог выйти из дома. 9Но он все же унимал сестричку и говорил ей, – Не плачь, Гретель, и спи спокойно! 9Бог нам поможет! 1Рано утром пришла мачеха и подняла детей с постели. 9Они получили по куску хлеба, еще меньше того, который был им выдан в прошлый раз. 9По пути в лес Гензель искрошил свой кусок в кармане, часто приостанавливался и бросал крошки на землю. 9- Гензель, что ты все останавливаешься и оглядываешься, – сказал ему отец, – ступай своей дорогой! 9- Я оглядываюсь на своего голубка, который сидит на крыше и прощается со мною, – отвечал Гензель. 9- Дурень! – сказала ему мачеха. 9- Это вовсе не голубок твой, эта труба белеет на солнце! 5Но Гензель все же мало-помалу успел разбросать все крошки по дороге. 1Мачеха еще дальше завела детей в лес, туда, где они отродясь, не бывали. 5Опять был разведен большой костер, и мачеха сказала им, – Посидите-ка здесь, и коли умаетесь, то можете и поспать немного, 0мы пойдем в лес дрова рубить, а вечером, как кончим работу, зайдем за вами и возьмем вас с собою. 2Когда наступил час обеда, Гретель поделилась своим куском хлеба с Гензелем, который свою порцию раскурошил по дороге. 9Потом они уснули, и уж завечерело, а между тем никто не приходил за бедными детками. 9Проснулись они уже тогда, когда наступила темная ночь, и Гензель, утешая свою сестричку, говорил, – Погоди, Гретель, вот взойдет месяц, 9тогда мы все хлебные крошечки увидим, которые я разбросал, по ним и отыщем дорогу домой. 9Но вот и месяц взошел, и собрались они в путь дорогу, а не могли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу и в поле, 9давно уже эти крошки поклевали. 9Гензель сказал сестре, – как-нибудь найдем дорогу, – но дороги не нашли. 9Так шли они всю ночь и еще один день с утра до вечера и все же не могли выйти из леса и были страшно голодны, потому что должны были питаться одними ягодами, 9которые кое-где находили по дороге. 9И так как они притомились от истом и уже еле на ногах держались, то легли они опять под деревом и заснули. 9Настало третье утро с тех пор, как они покинули родительский дом. 9Пошли они опять по лесу, но сколько ни шли, все только глубже уходили в чащу его, и если бы не подоспела им помощь, пришлось бы им погибнуть. 9В самый полдень увидели они перед собою прекрасную белоснежную птичку, сидела она на ветке и распевала так сладко, что они приостановились и стали к ее пению прислушиваться. 9Пропевши свою песенку, она расправила свои крылышки и полетела, и они пошли за нею следом, пока не пришли к избушке, на крышу которой птичка уселась. 9Подойдя к избушке поближе, они увидели, что она вся из хлеба построена и печеньем покрыта, да окошки-то у нее были из чистого сахара. 9- Вот мы за нее и примемся, — сказал Гензель, — и покушаем. 8Я вот съем кусок крыши, а ты, Гретель, можешь себе от окошка кусок отломить, а ну, небось, сладкое. 9Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, чтобы отведать, какого она на вкус, а Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницы. 1Тут из избушки вдруг раздался пискливый голосок, — стуки-бряки под окном--… 9Кто ко мне стучится в дом? 9А детки на это отвечали, — Ветер, ветер, ветерок! 9Небо ясного сынок! 9— и продолжали по-прежнему кушать. 5Гензель, которому крыша пришлась очень по вкусу, отломил себе порядочный кусок от нее, а Гретель высадила себе целую круглую оконницу, 2тут же у избушки присела и лакомилась на досуге, и вдруг распахнулась настежь дверь в избушке, и старая-престарая старуха вышла из нее, опираясь на костыль. 9Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. 9А старуха только покачала головой и сказала, — Э-э, детушки, кто это вас сюда привел? 9Войдите-ка ко мне и останьтесь у меня, зла от меня никакого вам не будет! 9Она взяла деток за руку и ввела их в свою избушечку. 9Там на столе стояла уже обильная еда, молоко и сахарные печенья, яблоки и орехи. 9А затем деткам были посланы две частенькие постельки, и Гензель с сестричкой, когда улеглись в них, подумали, что в самый рай попали. 9Но старуха-то только прикинулась ласковой, а в сущности была она злой и ведьмой, которая детей подстерегала и хлебную избушку свою для того только и 9построила, чтобы их приманивать. 9Когда какой-нибудь ребенок попадался в ее лапы, она его убивала, варила его мясо и пожирала, и это было для нее праздником. 9Глаза у ведьм красные и недальнозоркие, но чутье у них такое же тонкое, как у зверей, и они издалека чуют приближение человека. 9Когда Гензель и Гретель только еще подходили к ее избушке, она уже злобно посмеивалась и говорила насмешливо, — Эти уж попались, небось, не ускользнуть им от меня! 9Рано утром, прежде нежели дети проснулись, она уже поднялась, и когда увидела, как они сладко спят и как румянец играет на их полных щечках, 9она пробормотала про себя, — Лакомый это будет кусочек! 9Тогда взяла она Гензеля в свои жесткие руки и снесла его в маленькую клетку, и приперла в ней решетчатой дверкой, он мог там кричать сколько душе угодно, 9Никто бы его и не услышал! 9Потом пришла она к сестричке, растолкала ее и крикнула, — Ну, как? 0Поднимайся, лентяйка, натаскай воды, свари своему брату чего-нибудь повкуснее, я его посадила в особую клетку и стану его откармливать! 9Когда он ожереет, я его съем! 9Гайтель стала было горько плакать, но только слезы даром тратила, пришлось ей все, то исполнить, чего от нее злая ведьма требовала! 9Вот и стали бедным Гензель варить самое вкусное кушанье, а сестрички его доставались одни только объедки! 9Каждое утро пробиралась старуха к его клетке и кричала ему, — Гензель, протяни-ка мне палец, дай пощупаю, скоро ли ты откормишься! 9А Гензель просовывал ей сквозь решетку косточку, и подслеповатая старуха не могла приметить его проделки, принимая косточку за пальцы Гензеля, удивилась тому, что он совсем не жереет! 9Когда прошло недели четыре и Гензель все по-прежнему не жрел, тогда старуху одолело нетерпение, и она не захотела дольше ждать! 9- Эй ты, Гретель, — крикнула она сестричке, — проворней наноси воды, завтра хочу я Гензель заколоть и сварить, каков он там ни наесть, худой или жирный! 9Ах, как сокрушалась бедная сестричка, когда пришлось ей воду носить, и какие крупные слезы катились у нее по щекам! 9Боже милостивый! — воскликнула она. 9- Помоги же ты нам! 1Ведь если бы дикие звери растерзали нас в лесу, так мы бы, по крайней мере, оба вместе умерли! 9Перестань пустяки молоть! — крикнула на нее старуха. 9- Все равно ничто тебе не поможет! 1Рано утром Гретель уже должна была выйти из дома, повесить котелок с водой и развести под ним огонь! 9- Сначала займемся печеньем, — сказала старуха, — я уж печь затопила и тесто вымесила! 9И она толкнула бедную Гретель к печи, из которой пламя даже наружу выбивалось. 9- Полезай туда, — сказала ведьма, — да посмотри, достаточно ли в ней жару и можно ли сажать в нее хлебы! 9И когда Гретель наклонилась, чтобы заглянуть в печь, ведьма собиралась уже притворить печь заслонкой, — пусть и она там испечется, 9тогда и ее тоже съем! 9Однако же Гретель поняла, что у нее на уме, и сказала, — да я и не знаю, как туда лезть, как попасть внутро, — дурище! 9— сказала старуха. 1— Та ведь устья-то у печки настолько широко, что я бы и сама туда влезть могла, — да, подойдя к печке, и сунула в нее голову. 9Тогда Гретель сзади так толкнула ведьму, что та разум очутилась в печке, да и захлопнула за ведьмой печную заслонку, и даже за совом задвинула. 9Ух, как страшно взвыла тогда ведьма! 9Но Гретель от печки отбежала, и злая ведьма должна была там сгореть. 1А Гретель тем временем примехонько бросилась к Гензелю, отперла клетку и крикнула ему, — Гензель! 9Мы с тобой спасены, ведьмой нет боли и на свете! 9Тогда Гензель выпорхнул из клетки, как птичка, когда ей отворят дверку. 9О, как они обрадовались, как обнимались, как прыгали кругом, как целовались! 9И так как им уж некого было бояться, то они пошли в избу ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными каменями. 9- Ну, эти камешки еще получше голышей, — сказал Гензель и набил имя свои карманы, сколько влезло, а там и Гретель сказала, — 0я тоже хочу немножечко этих камешков захватить домой, — и насыпала их полный фартучек. 9- Ну, а теперь пора в путь-дорогу, — сказал Гензель, — чтобы выйти из этого заколдованного леса. 9И пошли, и после двух часов пути пришли к Большому озеру. 9- Нам тут не перейти, — сказал Гензель, — не вижу я ни жердинки, ни мосточка. 9- И кораблика никакого нет, — сказала сестричка. 8- А зато вон там плавает белая уточка. 0Коли я ее попрошу, она, конечно, поможет нам переправиться! 9И крикнула уточке, — Уточка, красавица! 9Помоги нам переправиться, ни мосточка, ни жердинки, — перевези же нас на спинке! 9Уточка тотчас к ним подплыла, и Гензель сел к ней на спинку и стал звать сестру, чтобы та села с ним рядышком. 9- Нет, — отвечала Гретель, — Уточке будет тяжело, она нас обоих перевезет поочередно. 9Так и поступила добрая уточка, и после того, как они благополучно переправились и некоторое время еще шли по лесу, лес стал им казаться все 5больше и больше знакомым, и наконец они увидели вдали дом отца своего. 1Тогда они пустились бежать, добежали до дому, ворвались в него и бросились отцу на шею. 3У бедняги не было нечаса радостного с тех пор, как он покинул детей своих в лесу, а мачеха тем временем умерла. 9Гретель тотчас вытрясла весь свой фартучек, и жемчуг и драгоценные камни так и рассыпались по всей комнате, 2да и Гензель тоже стал их пригоршнями выкидывать из своего кармана. 1Тут уж о пропитании не надо было думать, и стали они жить да поживать, да радоваться. 9Моей сказочке конец. 6По лесу бежит песец. 9Кто поймать его сумеет, тот и шубу заимеет.